РАКНЫЕ ПОДВИГИ ОЙХО А тем временем посланный Урфином полк Марранов шел завоевывать Голубую страну. Солдат вел полковник Харт, коренастый силач с огромными кулаками. Резкая борозда на его лбу показывала, что он много лет провел в рабстве, слишком уж безрассудно держал он пари на соревнованиях. Приближаясь к селению Рудокопов, солдаты выровняли строй. Шум и песни в их рядах прекратились. Харт отправил разведчиков, и те вскоре вернулись известием, что они никого не встретили, только дорогу им преградило какое-то непонятное сооружение. Полк двинулся в наступление. Но за поворотом дороги Марранов остановила баррикада. Да, ожидая врагов, Рудокопы не сидели, сложа руки. Между крайними домами селения возвышался завал, где в причудливом беспорядке перемешались стволы деревьев, железные плуги, бороны, положенные зубьями вверх, массивные шкафы и садовые скамейки. Обойти баррикаду мешали глубокие рвы, на дне которых торчали острые колья. Пока Харт раздумывал, как поступить в таком трудном положении, на верхушке завала появился правитель Ружеро. — Люди из далекой страны, что вам здесь нужно? — громко спросил он. Полковник Харт выступил вперед. — От имени его величества короля Урфина Первого предлагаю вам сдаться и признать его владычество. — А какие преимущества это нам даст? — поинтересовался Ружеро. — Ну, какие? Неискушенный в дипломатических переговорах, Харт запнулся. — Вы будете платить великому Урфину дань, а за это он станет оборонять вашу страну от врагов. — Ружеро рассмеялся. — Мы живем здесь уже восемь лет, и за это время в первый раз увидели врагов. И враги эти вы... Что же, вы будете охранять нас от самих себя? Полковник почувствовал, что словесный поединок он проигрывает, и рассверепел. — Эда, что там разговаривать, — заорал он. — Берь его, ребята. Но прежде чем солдаты успели схватиться за прощи, Ружеро скрылся за баррикадой, а из незаметных ее отверстий хлынули тугие струи холодной воды, сбивая с ног ошеломленных марранов и промачивая их до костей. Это был первый сюрприз рудокопов. Они притащили из садов насосы, наготовили побольше воды, и этой водой охладили воинственный пыл прогунов. Скользя по лужам, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, солдаты в панике отступили. Харт и ротные командиры кое-как установили порядок и построили людей в ряды. Харт погрозил невидимым защитникам селения кулаком. — Этими штучками вы от нас не отделаетесь, — преградил он. Жаркое солнце волшебной страны быстро высушило промокших марранов. Подсохли и лужи на дороге. Войско снова перешло в наступление. Запас воды у рудокопов кончился, и отдельные слабые струйки уже не могли испугать нападающих. Цепляясь за сучьи деревьев, за рукоятки плугов, за всевозможные выступы, марраны карабкались на баррикады и уже приближались к ее верхушке. Тогда в действие вступил второй сюрприз — ружера. Из ближней рощи, быстро махая кожистыми крыльями и злобно разинов зубастую пасть, вылетел громадный дракон и набросился на вражескую рать. Древнее племя летающих драконов давно уже вымерло во всем мире, и остатки его сохранились только в суром полумраке подземной страны. Рудокопы приручили их, когда ими правили еще короли. На них несла вахту королевская стража. Из всех драконов самым ручным и понятливым был Ой-Хо. Это он отнес Элли и Фреда в Канзас после того, как Элли в третий раз побывала в волшебной стране. И вот этого Ой-Хо Рудокопа вызвали из пещеры и пустили в бой. На его спине в беседке сидел Ментахо и управлял действиями летучего чудовища. В новой своей жизни Ментахо был ткачом. Но что ни говори, он родился в королевской семье, получил хорошее военное воспитание, и воинские навыки всплыли в его памяти в это опасное для Рудокопов время. Могучему зверю ничего не стоило уничтожать маранов десятками, но такой приказ ему не был дан. Мудрый Ружера понимал, что виной всех несчастья в волшебной стране являлся честолюбивый Урфин, а прогуны — только бедные, обманутые им жертвы. И поэтому правитель Рудокопов велел Ментахо и Дракону просто навести панику в стане неприятеля и принудить его к бегству. Ментахо выполнил свою задачу блестяще. Он понимал, что первым долгом надо лишить нападающих руководство. Опытным глазом он выделил в толпе врагов полковника Харта, который пытался навести порядок среди своих воинов. По приказу Ментахо Дракон осторожно подхватил Харта сильными лапами и посадил его на верхушку высокой пальмы, а потом он проделал то же самое и с капитанами. Стволы пальм были совершенно голые, и несчастные командиры не смогли сами спуститься с деревьев. Когда их расстроенное воинство разбежало, Схарта и его помощников пришлось снимать Рудокопом. Ой-хо со свистом носился над дорогой, по которой бежали перепуганные мораны. Снижаясь, он притворялся, что хочет ударить того или другого солдата, и бедняга с криком падал на землю. А тут еще со свирепым хриплым ревом выбежали откуда-то шестипалые, на спинах которых сидели погонщики и направляли их в слепой бег. Это был третий и последний сюрприз правителя Ружера. Вражеский отряд потерпел сокрушительное поражение. Сотни моранов, побросав оружие, разбежали с полисам и полям. Долго после этого робкие полуголые фигуры слонялись по дорогам голубой страны, подходили к фермам и, дрожащим от стыда голосом, просили накормить их, дать на ночь приют. После сражения Ружера отправил к прему-кокусу гонца с вестью о победе. Живуны, которые уже успели побросать свое жилище и укрыться в глухих чащах, радостно возвратились домой. Разбитые мораны по одному выбирались на дорогу в ЖК и потихоньку плелись на восток, к Изумрудному острову. Они отнюдь не торопились. Побежденным воинам страшно казалось предстать перед грозными очами великого Урфина, их повелителя.